Итак, друзья, всем привет! Сегодня среда и традиционно раз в две недели я делаю обзор для канала Амаркет. С вами Александр Котин. Под прошлым роликом были комментарии и просили посмотреть доллар-рубль. И я про него, по-моему, забыл в прошлый раз. Обязательно сегодня посмотрим. Надеюсь, не забуду. Итак, с чего мы начнем? Посмотрим валютные пары, которые обычно я рассматриваю в своих обзорах. Фьючерс золота, индекс SP500, биткоин, нефть марки Brent, индекс РТС и фьючерс на доллар-рубль. Как обычно, хочу напомнить о том, что вы можете записаться на мою бесплатную консультацию. В течение 40 минут я поработаю с вашей ситуацией. Посмотрим, что у вас происходит сейчас, что вы хотите получать на финансовых рынках, какие ваши цели и что вам мешает этих целей достигать. Соответственно, я дам вам готовый план дальнейших действий, который вы сможете внедрить самостоятельно и прийти к желаемым результатам через, скажем, 2-3 месяца. Либо, если вам понадобится моя дальнейшая помощь, я вам расскажу о том, как вы сможете мою помощь получить и на каких условиях, какие есть возможные варианты. Ссылка в описании. По этой ссылке вы сразу же попадете в мой WhatsApp. Можем договориться на то время, которое у меня есть. Обычно в неделю у меня всего лишь 3 свободных места на бесплатную консультацию. И мы сможем по времени с вами договориться, запишемся и уже в назначенное время встретимся в WhatsApp, в Zoom, где будет удобно, и пообщаемся. Также можно будет пройти пробное бесплатное занятие персональное, я имею в виду со мной, чтобы понять, как я работаю в своем персональном коучинге и что мы делаем, каких результатов я достигаю. Кстати, на моем канале недавно был видеоотзыв, интервью с одним из моих студентов. И в будущем я буду практиковать подобные форматы роликов. Так что на мой канал вы тоже можете подписаться. Ссылочка также в описании. Давайте начнем. Итак, глядя на евро-доллар, я вижу, вот здесь вот был так называемый дивергентный бар. И то, что прошло вниз, можно рассматривать как ABC-паттерн, можно рассматривать как импульс вниз. То есть, какую-нибудь первую волну, волну А и так далее. Потому что на старших таймфреймах были достаточно мощные сигналы завершения вот этой восходящей импульсной волны вверх. Впрочем, как и на месячном графике тоже. Поэтому я бы говорил о развитии коррекции куда-то вот под линию баланса, недельного таймфрейма. А то, что сейчас происходит, надо следить. Но вообще мы не знаем, что будет на рынке. У нас нет The Crystal Ball, то есть вот этого крустального шара, по которому мы можем погадать и посмотреть, что будет с рынком. Соответственно, в данном случае, когда мы смотрим на 4 часа, это движение вниз, оно выглядит как вроде как тройка. Оно может быть и импульсной волной, потому что, на мой взгляд, здесь вот есть лишний фрактал. Это 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. В третий, соответственно, четвертая сложная и там пятая. Может быть так. Так, поэтому в данной ситуации обычно я не торгую развороты. Если я здесь не зашел, либо пропустил сигнал, я пропускаю весь импульс вниз, его коррекцию. И, соответственно, с коррекцией уже стремлюсь зайти в новый импульс вверх. Так вот, в данном случае, если мы будем смотреть часовики, здесь идет удлинение, удлинение пятой волны. Вот видно, да, 1, 2, 3, 4, вот пятой волны данного импульса. И рано или поздно этот импульс все равно завершится, да, с коррекцией. Вот с коррекцией я бы рассмотрел покупки, а потом бы посмотрел, чем эта волна вверх станет. То есть она будет новым импульсом по тренду, она будет там А, Б, С в коррекции вот этой волны вниз. Это будет видно по факту. Я не рассматриваю здесь каких-то предположений, предсказаний и так далее. Вот что есть, от того я и работаю в текущий момент времени. Если ничего нет, я просто жду, даю рынку самоорганизоваться для того, чтобы он дал мне понятные паттерны для точек входа. И, соответственно, от этих паттернов, точнее, я бы и стал брать точки входа. Давайте посмотрим, что происходит с фунтом. Фунт-доллар у нас также удлиняется, если мы откроем с вами весь дневной график, так, чтобы весь было видно импульс. Вот этот, тут видно 1, 2, 3, 4 и идет удлинение пятой волны. Для удлинения характерны именно вот такие движения, то есть я называю возвратно-откатный рынок. То есть когда рынок движется, откатывается на 50-60% от предыдущего импульса и продолжает движение дальше. Это очень сложный рынок для торговли, поэтому, как правило, такие рынки я стараюсь обходить стороной, но вот в данном развитии, данного движения есть понятный паттерн. Волна 1, 2, вот до фрактала, коррекция к линии баланса и третья волна. Вот параллельный рынок мы видим и здесь также развитие вверх. Так вот, я бы рассматривал здесь дальнейший рост. Если бы я хотел тут торговать, во-первых, вот здесь был дивергентный бар, то есть хороший сигнал с потенциалом примерно 16, например, на 1 к 10. Вот, риск-доходность тут могла быть. Ну и, соответственно, в данной ситуации я бы, наверное, пока тоже ничего не делал, либо бы ждал коррекцию для того, чтобы с этой коррекцией снова заходить по тренду. Я думаю, что по фунту еще движение вверх не закончено. Франк традиционно коррелирует с евро-долларом, местами это не случается, но так или иначе, здесь также был бар с нижним закрытием. Вот он хорошо здесь виден, я считаю, что это очередной ABC паттерн. Возможно, 1, 2, 3, 4, не завершилась еще вот эта вся пятая волна здесь. И в этом случае мы еще увидим обновление минимумов. На недельном графике, соответственно, это все идет развитие третьей волны, был бар с верхним закрытием. Но мы понимаем, что в третьей волне может быть удлинение, и это нормальная история, когда здесь появится несколько дивергенций. Поэтому в данном случае также можно пропустить импульсную волну 1, 2, 3, возможно, 4, там и 5. И вот когда она вся закончится, скорректируется, вот тогда будет очень даже неплохо зайти, скорее всего, в продажи. Это будет вход и по тренду, и в продолжении импульсной волны относительно дневного графика. Что касается доллар-иены, хотел сказать фунт, но фунт мы уже смотрели. Здесь, видите, недельный таймфрейм, я выделил вот эту зону. Я считаю, что иена будет стремиться зацепить вот этот минимум. Это волна А, это сложная B. Вот с этой точки у нас идет волна С, либо только первая в ней. Это покажет время, соответственно, в коррекции всего вот этого подъема от недельных график. И на недельном, кстати, графике хорошо видно структуру вот этой волны 1, 2, 3, 4. Видите, к линии баланса, к синей мы приходим. Соответственно, на дневном таймфрейме у нас появляется дивергентный барон, приседающий. То есть там растут объемы без сильного движения цены, проще говоря, так. Так, приходим в зону предыдущей коррекции, которую здесь я выделял. И внутри структура импульса также становится хорошо прослеживаемой. То есть 1, 2, 3, 4, 5. То есть это я посчитал волну С. То есть А, Б и С. Соответственно, в двухчасовом графике у нас даже есть приближение к нулевой линии. При нормальном количестве баров 130, где-то у нас обычно 100-140 нужно брать. То есть не всегда бывает переворот в четвертой волне через ноль. Это, я думаю, многие уже заметили. Ну и здесь моя стратегия. Обычно иену вообще не люблю торговать. Но в данном случае моя стратегия сводилась бы к тому, что я бы дождался завершения импульсной волны. Дождался бы ее коррекции. Тогда бы рассматривал точки входа в продажу, если они там появятся. В данном случае пока развивается импульс. Ну, либо, если вы следили за иеной, могли взять вот эти точки входа в продажу и забрать третью волну. Какой-то, вероятно, только первой волны вниз, нового движения. Австралийский доллар более сложная пара для торговли в текущий момент времени. Дело в том, что на дневном графике здесь идет развитие, получается, пятой волны импульса, который начался у нас еще где-то год назад. И в данном случае, если брать 12-часовой таймфрейм, то, скорее всего, это четвертая волна вот этой пятой волны. То есть вот этого импульса, короче говоря. На дневном графике, я думаю, мы снова увидим обновление максимумов. То, что было здесь внутри, это, по всей видимости, ABC-коррекция, она завершилась. Волна C здесь прослеживается достаточно хорошо. Вот в ней 1, 2, 3, 4, 5. И тут даже были точки входа в покупку. Но, к сожалению, пока я не взял ничего на валютном рынке. На фондовом-то как раз у меня открыты позиции. И те, кто подписан на мой телеграм-канал, я там показывал, что у меня открыты на фондовом рынке. Ну, телеграм-канал, естественно, называется fxcoach.ru. И дальше новозеландец. Я бы не советовал также пока его брать в торговлю. Я думаю, что он вполне может обновить максимум. Но здесь достаточно сложный рынок внутри. И не очень такая вот хорошая картина. Она практически нечитаемая. Есть вариант, что это А, это Б. И еще можно увидеть волну С. Так как вот это все, когда цена постоянно пересекает линии баланса, чаще всего это волна B и есть. Еще одна сырьевая валюта. Канадский доллар. Соответственно, я считаю, что он может еще добить минимум. Несмотря на то, что здесь все сложно. Внутри. Сейчас мы это посмотрим. 1, 2, 3, 4 и 5. Соответственно, на минимуме на самом завершилась третья волна. Итого 3, 4 и 5. То есть мы рассматриваем здесь вот третью волну, вот этой пятой волны. Что мы можем спокойно еще добить минимум. Внутри есть ABC паттерн, есть какая-то сложная коррекционная структура. И вот здесь параллельный рынок и резко растущая движущая сила. Так что я думаю, мы можем спокойно обновить минимумы. Но точек входа здесь и красивых паттернов лично я не увидел. Поэтому никуда так же не заходил. Золото. Вот мы и добрались до золота. Дело все в том, что на золоте, я считаю, что мы можем в неделях обновить еще максимумы. Вопрос только в том, через что? Через обновление вот этого минимума, либо еще как-то. Во всяком случае, то, что я вижу здесь сейчас, вот эти вот три фрактала, говорят о том, что это импульсная волна. Потому что внутри импульсной волны фракталы образуются на вершине импульсных подволн, разумеется. И в данном случае вполне могла завершиться коррекция и уже идет движение вверх. Однако здесь была одна интересная обманка, которую мы назовем strange wave C. То есть странная волна C, где вот А, Б и, собственно, в волне C. Один, два, три, четыре. И вот те, кто со мной работает более плотно, знают, что я не советую заходить в так называемую предполагаемую в кавычках пятую волну. По той же простой причине, что ее может просто не быть. И вот здесь ее просто не было. Именно по этой причине я не советую торговать пятой волной, потому что это чаще всего слабые сделки в пятых волнах. И в пятых волнах нужно торговать крайне аккуратно. Особенно, если там идет удлинение. Так вот здесь в волне C просто не было пятой волны, но так решил рынок, что ее просто нет. В этом случае я здесь, естественно, ничего не делал, потому что это был рынок достаточно опасный для торговли. А я хочу, чтобы мои сигналы были плюс-минус подтвержденными. И в этом случае я просто пропускаю первый импульс вверх. Я вот считаю, что он тут уже прошел, потому что если мы проанализируем то, что происходит на 30-минутном графике, здесь получается первая, вторая, потом вот тут третья, четвертая и пятая. Почему я так считаю? Потому что здесь две дивергенции. И весь вот этот импульс, он мог завершиться. А то, что здесь происходит, это ABC. То есть коррекция уже всей вот этой волны. Но в C здесь я также бы не стал заходить, по причине того, что я бы лучше дождался, пока вся C закончится, и пошел бы уже в новую импульсную волну вверх. Это было бы более приемлемо. Второй вариант, ну как вы понимаете, в этом методе тоже могут быть варианты. И в отличие от классического волнового анализа, их может быть не 8, не 9, не 12, а всего лишь 2. Ну, край 3. Так вот, в данном случае также могла завершиться только третья, четвертая и могла завершиться только пятая. Точнее, могло не быть еще здесь пятой волны в этом импульсе. А как вы понимаете, торговля на пятой волне, это опять же достаточно слабые сделки. Поэтому я предпочту дать рынку самоорганизоваться, то есть он либо обновит вот этот максимум, потом пойдет в коррекцию, я здесь буду покупать. Либо он даст нормальную EBC коррекцию сейчас, и вот тогда я буду покупать уже в новый импульс. Ну, то есть искать там сигналы, точнее, правильно сказать, или даже не искать, а ждать появления там сигналов на вход. Потому что сигналом для меня является только сигнал дивергентного бара, как вы понимаете. Об этом обо всем также рассказано на моем канале. Серебро слегка посложнее. И на мой взгляд, то, что мы видим на дневных, получается, первая, вторая, вот это все сложная коррекция. Третья, четвертая и вот пятая. Видите, мы зацепили максимум. Сейчас пытаемся откорректировать всю вот эту волну. Я думаю, что это можем сделать, ну, куда-то вот сюда. Если посмотреть часовик приблизительно, то вот она импульсная волна вниз прошла. Да, ее хорошо видно. А, Б и, я думаю, будет еще развитие волны С вниз, как раз-таки туда, где у меня обозначена вот эта зона. Это минимум предыдущей коррекции всего импульса. Индекс SP500. Стоит обратить внимание на линии баланса недельного таймфрейма. Вот на конце линии посмотрите. Видите, они поворачивают за ценой. Это признак продолжения движения вверх. Тем более, что здесь идет удлинение. Если вы торгуете в фондовый рынок, ну, в принципе, то же самое видно на месяце. И тут растет движущая сила. И если вы торгуете в фондовый рынок, то и купили там акции, я думаю, что их стоит подержать пока что. Поэтому в данной ситуации на дневке, я думаю, мы будем продолжать движение вверх. Это идет удлинение. В четырех часах, хорошо видно, также идет удлинение. И это удлиняющийся импульс, который с очень высокой вероятностью свое движение вверх продолжит. Биткоин. Биткоин опять преодолел всевозможные максимумы. И в недельном графике это опять же, как и на SP500, это продолжение. То есть, соответственно, это один, это два, это три. Видно, что мы в третьей волне находимся. Она и более вертикально движется, как правило, всегда. И то, что происходит в днях, сложная коррекция была. И мы находимся в какой-то пятой волне, либо там в продолжении третьей волны и в каком-то новом импульсе. Дневной, точнее, четырехчасовой график, скорее всего, это тоже третья. То есть, какая-то сложная коррекционная история. Первая, вторая и, соответственно, третья волна. Ну, а может, первая, вторая вот так. Это не особо принципиально. Важно понимать, что мы в третьей волне в данном случае находимся. Внутри дневная торговля, конечно, здесь не рекомендуется. Но в данном случае, если бы вы торговали там два часа, вот тут был сигнал на покупку и так далее. Пока для торговли биткоин я также не использую. Нефть марки Brent. Если смотреть на неделю, то это явно продолжение вверх. И в этом случае, скорее всего, то, что мы видели вниз, уже здесь все закончено. Тогда как до этого я рассматривал, что это 1, 2, 3 и 4. Но у меня был второй вариант. Это вот такая сложная коррекция. Там четвертой волне, а вот эта короткая пятая. Тут первая, вторая уже вверх. Стоит только посмотреть на то, как, соответственно, заостряется, как я говорю, АО вверх. Вот здесь, вот в этой точке. И линии баланса, они поворачивают. Вот их прям концы линии баланса поворачивают строго за ценой. В этом случае, я думаю, что у нас может просто случиться дальнейший рост. Как по недельному, так и по дневному графику. Это видно. В 12 часах пока мы видим вот такой импульс. Здесь как раз-таки 140 баров. И это выглядит как удлинение пятой волны. И даже и тут параллельный рынок. И видно, что движение восходящее, оно просто не закончено. Поэтому присоединиться к нему уже, наверное, смысла никакого нет. Присоединяться. А если вы где-то здесь заходили, вот тут была точка входа с очень коротким стопом и большим отношением риск-доходность. Дальше что мы обычно смотрим? Индекс РТС. Я его уже заранее открыл. И что мы тут с вами видим? Во-первых, на дневном графике движение выглядит как некий ABC паттерн, либо как первая-вторая и первая-вторая уже в новом импульсе. Но если здесь рассматривать движение как коррекцию, то я бы сказал, что скорее всего здесь вниз прошла только А. Либо какая-то первая волна вниз, и я даже открыл там шорт небольшим объемом на московской бирже. Соответственно, там была точка входа у меня по четырехчасовому графику. Вот этот бар. Он немного у меня на фьючерсе по-другому выглядит. А это сам индекс непосредственно. Поэтому тут скорее всего был импульс, коррекция. Возможно, тут с коротким стопом попробовать продать. Дальше что? Фьючерс на доллар. Как я и обещал, мы с вами сегодня его посмотрим. Открываем текущий. Фьючерс на доллар. Давайте начнем с недельного графика. Или там возьмем дневной для начала. Тут надо следить. На недельном есть вариант, что мы можем обновить вот этот минимум. То есть прийти куда-то в 70. И тогда сформируется некий ABC паттерн, с которого, возможно, мы потом можем пойти выше. Давайте смотреть ближе к делу и к тому, как это выглядит в настоящий момент времени. На мой взгляд, надо обратить внимание на то, что мы зацепили вот этот максимум. И вот здесь цена себя вот так вела. Обычно так выглядит волна B. То есть вот это C. То бишь у нас была очередная коррекция. И мы можем обновить вот эти минимумы спокойно. А вот потом надо будет смотреть, вот эти минимумы будем мы обновлять или нет. Если этот минимум у нас не обновится, тогда у нас была, соответственно, первая-вторая волна, которая будет состоять из ABC. Ну и, соответственно, то, что я рисовал сейчас как ABC, это будет ABC внутри вот этой волны B. Соответственно, пока мы смотрим вниз. То есть рубль у нас пока укрепляется. И, возможно, также из-за того, что там растет нефть, а по нефти идет удлинение, как вы видели. И я думаю, что это удлинение по нефти, оно еще не закончено. И может продолжиться рост нефти. Поэтому может продолжиться укрепление рубля на текущий момент времени. Четырехчасовой масштаб. Здесь четко параллельный рынок. Это означает, что мы с большой вероятностью эти минимумы все-таки обновим. Ну и, пожалуй, на этом у меня все. Что вы обо всем об этом думаете, напишите в комментариях. Также буду рад вашим вопросам, на которые я смогу ответить в следующем ролике, который выйдет через две недели. И не забывайте о том, что вы можете записаться на мою бесплатную консультацию. Я поработаю с вами в течение 40 минут. Решим какие-то ваши вопросы. Посмотрю, что у вас вообще происходит в текущий момент. И что вам мешает прийти к тем результатам, которых вы действительно хотите. Ссылка в описании. Зайдете в мой WhatsApp. Договоримся по времени. И на неделе у меня есть только три места на бесплатную консультацию. С вами был Александр Котин. Спасибо за внимание. До новых встреч. Делайте профит. Но не забывайте считать риски и ставить стопы. Пока.